Мои хорошие, пожалуйста, держитесь от этого всего подальше. Допустим, вы сейчас там курите или выпиваете. Ничего страшного. Просто поймите, что если вы будете бросать курить, вы еще больше будете курить. Если вы будете бросать пить, еще больше будете пить, потому что вы со знаком минус привязываетесь к этому духу. Просто так вы не отделаетесь. Но есть способ. Вы перестаньте бросать курить и пить. Захотелось курить – курите, захотелось выпить – выпейте. Но целый день думайте о том, чтобы работать над собой. Целый день старайтесь менять свою жизнь, слушать лекции, учиться двигаться, учиться питаться правильно. И тогда все ненужное отвалится само. Человек бросает курить, когда он просто об этом забывает, когда ему просто это не надо, когда он научился отдыхать нужными методами. Все, что не нужно, отвалилось. У кого так само собой отвалилось курение – поднимите руку. Все. У кого само собой отвалилась выпивка – поднимите руку. Замечательно. Вот и все, ничего сложного нет. Но если вы об этом думаете – я бросаю. Тогда посмотрим. С духом вы не потянете сражаться. Он вас заломает. Но если он не нужен уже, то он сам уйдет. На него никто не обращает внимания просто. Был такой фильм про горе-горюшка. Горе-злосчастье в придачу. Его передавали всем. И один солдат бравый, ему горе это передали, и у него там все, нищета пошла. И он нормально. Говорит, нищета так, нищета. Нормально. И горе что-то плохо стало жить у этого солдата, потому что он на него внимания не обращал. И горе это от него потом сбежало. Само. Это факт, 100%. Так действует судьба человека. Теперь смотрите, вы заболели злокачественной опухолью. Что делать? Я исследовал эту тему очень серьезно. Есть вещи, которые помогают. Вот, например, если вы поститесь одновременно и очень много двигаетесь, то опухоль может сгореть. Особенно доброкачественные легко так уничтожаются. Если у вас доброкачественная опухоль, вы просто, ну, допустим, с утра не кушаете, поститесь и бегаете, двигаетесь. Да, человек не ест и двигается, у него начинается вот этот обмен веществ, насжигание ненужного в организме. Понятно, да, система? Но если у вас злокачественная опухоль и уже большая, знайте, что вы этим способом не победите судьбу. Ее надо просто вырезать. И поэтому классические методы лечения, такие как цитостатики, облучение и операции, являются самым гарантированным способом пожить дольше. Я знаю много методов «помоги себе сам», много книжек. Все люди, большинство людей, которые этим пользуются, просто теряют время. Это мой опыт врача многолетний. Я сам пытался лечить злокачественную опухоль. Поверьте мне, что самый лучший способ – это все-таки вырезать эту болезнь, потому что это агрессия внутри тела. Самый лучший способ – ее убить. И как можно быстрее. Нет субстрата, дух злой выходит из организма, он не может дальше в организме жить. Ему нужно место, где жить. Нет места – нет жизни. Вырезали, избавились. А дальше – здоровый образ жизни. Почему опухоль возникла? Потому что каналы забиты тонкие. Означает мясо бросаем есть, курить бросаем, пить бросаем, начинаем двигаться как можно больше, бег, пост, до свидания, злокачественная опухоль. Понятно, да, система? Но сначала ее надо победить в организме. Самое опасное – это худеть. Если человек начинает худеть, значит, он уже теряет возможность победить опухоль. Если человек двигается достаточно, у него много движения, то у него пища будет усваиваться хорошо, и он не будет худеть. Худеет человек от гиподинамии. Когда опухоль плюс гиподинамия, человек теряет возможность жить постепенно. Если уж говорить о других методах лечения, то надо знать, что самым лучшим лечением является просто природа. Я вам уже говорил. Также следует знать, что разные виды пищи тоже имеют очень большое значение, и они обладают лечебной силой. Вот, допустим, если у вас депрессия, надо есть фрукты и сухофрукты, и мед по утрам. Это лечит депрессию. Потому что депрессия означает, что энергия вниз идет у человека, а фрукты поднимают ее вверх. То есть, если говорить о лечении, есть такое понятие, как рассаяны в аюрведе. Это тоже сладкое. Вот вы берете, как там какая-то сладкая смесь, там есть, допустим, чернослив, какие-то сладкие корни, типа солодки там, и другие, мед, все, что дает сладкий вкус. И вся эта рассаяна, она вся сладкая. И эти рассаяны тоже лечат депрессию. То есть, если у вас слабость, депрессия в организме, то помогает сладкий вкус. Нужно есть то, что сладкое. И это именно фрукты, не сахар там, а именно фруктовая сладость. Есть, допустим, морковь. Это корень. А надо фрукты, понимаете? Сладкие фрукты есть по утрам. И депрессия, до свидания. Если у вас кожные болезни, диабет, допустим, нарушение обмена веществ, знайте, что самый лучший способ вылечить все заболевания, которые связаны с нарушением обменом веществ, все, это одного. Это зелень, листья. Шпинат, салат, листья шпината, салата, салата. У нас вообще нет рецептов. Вы знаете, что зелень можно тушить? Есть тушеная зелень, и это очень полезная пища. Фактически, это самая полезная пища на земле. Потому что зеленая пища, вот, допустим, у вас начинается сахарный диабет. Если вы начинаете есть одну зелень, вы вылечитесь сами от сахарного диабета, больше ничего делать не надо. Даже если это инсулинозависимый, первый тип. Просто одну зелень едите, и все, и диабет, до свидания. Кожные болезни. Делайте как можно больше зеленой пищи в рационе. Нейрогермит, цариаз, экземы. Все проходит. Потому что эта пища, она балансирует все нарушения энергии в организме. Понятно, да? Если вы чувствуете, что у вас нет сил, просто слабость в организме, вы говорите, а витаминоз? Нет, это не хватает праны. Самое большое количество праны в продуктах, которые в молодости, больше всего праны. Возьмите маленького ребенка, он пухленький такой, щекастенький. Это означает много праны. Его хочется поцеловать в попу, да? Бабушку уже в попу никто не целует, потому что мало праны. Она не пухленькая, не щекастенькая. Вот. Поэтому точно так же проросшие зерна. Они пухленькие, щекастенькие. Они дают силу человеку жить. Поэтому проросшие зерна нужны для тех, у кого слабость. Послеоперационный период нет сил жить, слабость в теле, ничего не усваивается, не переваривается. Значит, проросшие зерна. Как их есть? Можно в салате, можно в сырую. Можно варить их даже, если вы так не можете их есть. Но они в любом случае дадут вам силы жить. Услышали? Есть особый вид проросших зерен. Люди не знают, как это делать. Но если у человека не хватает работоспособности, у него нет сил работать, он говорит, я работать не могу. У меня устаю от работы. Берете пшеницу, прораскиваете ее просто где угодно. И она прямо из зерна вырастает вот до такого размера. Легко. И дальше срезаете вверх, низ оставляете. В блендере вместе с водой. Получается такой зеленый сок такой, сладковатый на вкус, и как бы с ощущением частичек вот этих вот тканей, волокон. Пейте этот сок, не бойтесь. Ничего плохого не будет. Вы получите очень сильную бодрость. Если вы каждый день будете его пить, вы будете бодрячком. Потому что это дает работоспособность. Такая зелень. Запомните, что самая полезная пища это не жареная пища и не вареная. Самая полезная пища это пища печеная в духовке с маслом. Она дает человеку хорошее пищеварение. И эта пища нужна тем, у кого ослаблено пищеварение. Ничего не переваривается. Надо все запекать в духовке. И запекать не так, чтобы все превращалось в кашу, а запекать до полусырого вида. Но промасливать хорошо. И когда вот эти все овощи там или фрукты запеченные до полусырого вида промасленные, они дают очень хорошее пищеварение. А если вам жарко постоянно жить, и вы как бы из-за этого ничего не переварите, что очень жарко, вам надо тогда пищу готовить на пару. Вода, когда подогревает пищу и на воде все готовится, то пища сохраняет все свои полезные свойства. Она сохраняет праму. Но если вам жареного захотелось, то тоже нормально. Но я вам сейчас научу, как надо жарить. Пища должна жариться быстро. И она жарится просто в масле. Наливаете много масла, берете любой продукт, туда окунаете, в это масло, оно там кипит и вытаскиваете. Пускай там он будет полусырой. Эта пища тоже полезна. Но если она покрывается корочкой, то есть пережаривается, она становится вредной уже. Специи, которые бросаются в начале еды, идут во вкус. Допустим, пища невкусная, говорит, мне ничего не вкусно. Тогда пищи, специи надо бросать в начале. А если вы хотите, чтобы специи вам дали силы жить, тогда в конце. Если вам нужна сила от специй, хорошее пищеварение, хороший аппетит, тогда в конце пищи надо их бросать. Все эти жареную, пареную пищу, все это надо есть только в обед. Вечером должна быть просто как бы вареная пища, пресная, если вы хотите покушать. Нельзя зерно вечером есть. Гречка это не зерно. Но чевица зерно и бобовое, чевица от бобовой. Нельзя есть вечером эту пищу, она плохо переваривается. Мясо есть вообще нельзя. Это вредная для здоровья пища. Китайцы провели многомиллионное исследование. Много миллионов людей участвовало в исследовании. Это исследование длилось много лет. Написали серьезную диссертацию, которая поразила весь научный мир. В ней доказывается, что мясная пища главный канцероген. Все виды рака возникают из-за употребления мяса. Потому что мясо быстрее всего забивает психические каналы тела. Это проклятие животного. Понимаете, мы едим тех, кого убили. Жестоко убили. Из-за этого мы проклятые становимся. Из-за этого тонкие каналы забиваются. Это все равно, что как ненавидеть человека. Ненависть рождает рак, а также мясо. Почему? Потому что мы таким образом ненавидим животных, употребляя пищу, их мясо. Если бы мы видели весь процесс, кто из вас согласится посмотреть на кролика, которого замочат на вас на глазах, потом зажарят и вам подадут. Согласны? Нет. Значит, мы закрываем глаза на правду просто и все. Закрываем глаза на правду просто. Это честно. А вот этот весь процесс... Вы знаете, как в древности мясо ели? Есть люди, которые хотят мяса по-любому. И в ведах описан процесс, как можно мясо есть. Допустим, человек решил зарезать козла. Он должен совершить ритуал освещения пищи. И он, когда освещает пищу, для того, чтобы Бог принял эту пищу, ему нужно козлу сказать на ухо. На санскрите они это делают. В этой жизни я тебя убиваю, в следующей ты меня. Согласны? Если согласны, можете смело есть мясо. А если не согласны, надо смело заканчивать. Эта пища никогда никому не приносила здоровье. Просто есть три вида веществ, приковывающих человека к телесному счастью. И вы не сможете оторваться от одного из них, пока святыми не станете. От двух из них вы сможете оторваться легко. Если человек хочет разжигать в себе телесное счастье и не стремиться к душе, то для этого существует вино. Вино разжигает страсть в человеке, желание плоти. Это описано в Веде. Второй вид приближения к плоти и отделения от души является потребление мяса. Человек ест, это грубое наслаждение чужой плотью или стремление к тому, чтобы себя считать телом, не душой. И третий тип стремления к плоти только святые люди могут себе позволить не пользоваться им. Это секс. И не нужно бояться этого третьего. Нужно больше думать о самосовершенствии. Придет время, и вам, и жене не надо будет. Вы будете любить чисто друг друга. Но пока надо, значит надо. И кроме того, это надо для рождения детей еще. Также это следует знать. Для Бога это надо уже. Я сегодня вам слишком много сказал уже. Я хочу вам сказать также о том, что есть, кроме здорового образа жизни, есть еще все-таки разные виды лечения, которые нужны. Первое, что нужно знать, это то, что не нужно отвергать современную медицину слепо. Это безумие. Потому что в ней есть области, которые очень нужны человеку. Например, когда у вас инфекция, то не отвергайте помощь инфекционистов. Потому что убивать несложно. Современная медицина научилась убивать. И нужно обязательно этим пользоваться. Потому что инфекцию надо убивать. Если у вас внутри инфекция, нужно и убивать современными методами. Понимаете? Чтобы было быстрее и качественнее. Поэтому инфекционная помощь нужна. Не отказывайтесь от лечения инфекции любыми способами лечить. Например, у меня была кишечная инфекция. И в принципе ее можно лечить без антибиотиков. Потому что есть, допустим, корень полыни, есть листья нимба, есть зверобой, есть тысячелистник. Это естественные средства, уничтожающие инфекцию в кишечнике. И можно из них выбрать, если ты их знаешь как. Но я не мог выбрать, потому что я обнаружил инфекцию в самолете. Да, летел в самолете. Там не было ни корня, ни полыни, ни зверобоя. Вот. И я просто сказал стюардессе, у меня инфекция. Она принесла антибиотики. Я их выбил. Это честно. Нет возможности естественными средствами. Лечись как можешь. Следующее правило. Некоторые женщины, для того, чтобы комфортно все протекало, спокойно, не пользуются услугами акушеров. Это безумие. Потому что нет гарантии, что ваши роды пойдут правильно. Никто никогда не гарантирует, что женщина, рожая, не погибнет сама или не погубит своего ребенка. Поэтому, для того, чтобы рожать, лучше это делать в тех условиях, в которых максимальная защита есть. Означает больницы. Я вам говорю, как человек, который сам роды принимал. Я принимал сам роды у своей жены. И зарекся, понимаете? Зарекся это делать в жизни. Потому что это очень опасно. Одни мои знакомые, близкие люди, я им сказал, рожайте в больнице. Они все равно начали рожать дома. И дальше произошло следующее. Акушерка может быть очень крутая. Она может все, что угодно сделать, но заставить женщину рожать она не может. Потому что роды могут остановиться. В любой момент. У нее может закончиться силой рожать. И вот так и произошло. Она рожала, рожала, потом бац, и уже не может, нет сил. И дальше что? Ее все равно везут в больницу, но теряют время. Так как теряют время, страдает ребенок, страдает мать. Потом дальше что происходит? Мать кладут в реанимацию после рода, потому что у нее перестают отказывать почки. То есть мы начинаем молиться. Бог нашу молитву слышит, она выживает. И еле-еле за месяц приходит в себя. Ну и зачем это было надо? Скажите мне, зачем? Я уж не буду вам рассказывать те случаи, когда мои знакомые погибали из-за того, что были вот эти роды на дому. И также не буду рассказывать, когда все хорошо заканчивалось. Потому что вам это не обязательно знать. Надо ехать в больницу, мои хорошие. Просто есть разные роддома, есть платные, которые уже там ухаживают, заботятся. Ну вот это выбирайте. Потому что в каждом роддоме есть, где как бы принимают роды, там рядышком есть и хирургическое отделение. Если что не так пошло, пять секунд, и вы уже спасаете себе жизнь и ребенку. Понятно, да, система? Следующее. Какие еще из видов медицины надо всегда принимать человеку? При излокачественных опухолях я уже сказал вам. Дальше. Есть такое понятие, как реанимация. Или экстренная медицинская помощь. Никогда не отказывайтесь, мои хорошие. Никогда не отказывайтесь. Это надо. Даже если вы хотите сами вылечиться от болезни, если у вас состояние, в котором нужна быстрая помощь, никогда не отказывайтесь. Даже в древней медицине такая экстренная помощь была. И это не означает, что вам делают что-то сильно хорошее. Понимаете? Главное жизнь спасти в это время. Могут колоть разные яды внутрь, там всякие вещества, даже наркотики. Знаете, что наркотики могут спасти жизнь. Когда у человека сильная боль, он от боли может погибнуть. И тогда нужны наркотические вещества, для того, чтобы человек не чувствовал боли. Один раз не грех. Вы же не собираетесь потом это колоть всю жизнь. Ну то есть, это хорошо, когда человек обезболивает, он выживает, потом дальше живет уже нормально. И так далее. Экстренная помощь – это хорошо. теперь дальше лечить зубы – это хорошо. Они сами не растут. И так далее. Теперь, если уж говорить о медицине, которая вылечивает, то среди такой медицины тоже есть свои моменты. Например, массаж является медициной, которая вылечивает. Когда человек массирует человека, он любовь вкладывает. То есть, массаж бывает разным. Не пользуйтесь услугами людей, которые делают жесткий массаж. Это всегда опасно. Например, я знаю, как один человек делал мануальную терапию, повернул шею, и человек умер на месте. Я знаю такой случай. Вот. Вы рискуете всегда. Не надо эти все жесткие вот эти методы, потому что и у мануальных терапевтов есть также и мягкие методы. Допустим, позвоночник поставить можно потихоньку. Не обязательно так. Ры-раз, ры-раз, понимаете? Вот так вот. То есть, можно вытягивать позвоночник, можно делать упражнения и на место все вставить. Но не обязательно жесткий стиль. То есть, массаж, но не жесткий стиль. Понятно, да? Это вылечивает. Особенно ДЦП, допустим, аутизм. Дети, им нужен массаж, потому что он расслабляет, снимает напряжение. Дальше. Есть такой метод промасливания. Я вас сейчас научу одной вещи, которая всем нужна в жизни. Запомните, когда вы тело промасливаете сильно, это очень опасно, вы можете погибнуть. Потому что, если масло вам не подходит, вы можете перегреться от него и будет потом несчастный случай. Вот. Но есть три вида масел, которые вы легко выберете из них трех, то, которое вам подойдет на всю жизнь. Эти масла никогда не перегревают. Особенно, если выбрать из них свое. Каждого человека из этих трех свое будет обязательно. Кунжутное масло, кокосовое масло и топленое сливочное масло. Значит, рано утром вы омываетесь под душем, берете несколько капель любого из этих трех и просто на мокрое тело размазываете. А потом дальше омываетесь и потираетесь полотенцем. Масло в микродозах остается на теле. Вы его почувствовать только через запах можете. Вот. Если чувствуете, что с этим маслом вам плохо, не нравится, не ваше. Вот когда вы промаслитесь и почувствуете, что хорошее, приятное ощущение, приятный запах от тела и вам хорошо, бодро с этим маслом, вы можете так промасливаться всю жизнь. Просто на мокрое тело несколько капелек. Что это дает? Когда человек промасливает тело и волосы даже, волосы долго не выпадают. То есть это, ну, это гениальный способ сохранить волос. Кожа становится молодой, то есть она долго. На самом деле, для того, чтобы кожа не старела, ей не хватает только масла и все. Запомните. Из этих трех масел выбирайте одно и кожа будет очень хорошо себя чувствовать. Это уход за кожей, а также масло, оно дает человеку, ну, активизирует его огонь пищеварения и так далее. Но не надо много мазать, понимаете, иначе будет перегрев. То есть если вы просто на мокрое тело несколько капелек размазываете, то этого достаточно человеку. Вот этот метод очень сильно помогает для здоровья. Поняли, как делать? Сначала вы моетесь с шампунью, с мылом, все смывает, всю грязь. Потом дальше вы берете капельку на волосы, капельку на руки, капельку на ноги, на мокрое тело. И эта капелька размазывается по всему телу. А потом дальше вы еще раз чуть-чуть под душем промылись, сразу же прям там вот намазали, еще раз помылись. Вот чуть-чуть прям, полили воды на себя и потом вытирайтесь полотенцем. На теле остается запах только. Вы не почувствуете, не увидите масло. И оно ничего не испачкает. Вот это микродозы масла, они дают очень сильное здоровье человеку. Потому что это сильная методика. Если вы хотите лечить гормональные расстройства в организме, самый лучший способ их лечить это гомеопатия. Но гомеопат это врач от Бога. Понимаете, это означает, что он просто должен чувствовать, что вам дать, чтобы вас вылечить. Там никакой науки нет. Это все равно, что чувствовать музыку или чувствовать цвет. Так человек может чувствовать лекарства. он может почувствовать, что вам дать и вы вылечитесь. Гормональные расстройства лечатся гомеопатией. Если у вас боль какая-то в организме или нервы защемлены там, то есть боль, любая боль в организме, если она длительная, никак не вылечивается, она лечится иглуукалыванием. Запомните, акупунктура лучше всего лечит боль или нервную систему. функции нервной системы, боль лучше всего лечится иглуукалыванием. Да? А вакцины можно использовать вакцины? Что касается вакцин, то это спортлото. Иногда помогает, а иногда вредит. Никто не знает. Это спортлото. Хоть и врачи говорят, делайте вакцины. Я вот своему ребенку ни одной вакцины сделал, и все нормально. Понимаете, просто есть, если вы уже боитесь инфекции, да, вы боитесь инфекции. А вакцины же делаются от инфекции, правда? Я вам сейчас дам несколько советов. Если вы не хотите, чтобы была инфекция, это легко достижимо. Первое. Все вирусные инфекции лечатся ветками сосны. Не обязательно их на ребенка даже ставить, просто ставите в комнате, где ребенок находится у вас. Должен быть свежие ветки сосны стоять, вирус не может там размножаться, нет шансов. Потому что сосна уничтожает вирусную инфекцию. Дальше вирусные инфекции также уничтожают белый перец, можно его в пищу просто добавлять, и свежий имбирь. Белый перец, свежий имбирь, ветки сосны, до свидания вирусной инфекции. Или почти до свидания. Или они сильно ослаблены будут, или уничтожены. Дальше. Кишечная инфекция, я вам уже сказал, лечит корень полыни или просто полынь. Лечит листья нимба, можно как бы купить в архитических магазинах. Грецкий орех, листья грецкого ореха, тоже небольшие дозы. Вот. Или просто даже не листья, а просто перегородки вот этих грецкого ореха просто заваривать и пить. Их есть не надо, просто вот отвар. Они лечат кишечной инфекцией. Паразитов лечить очень легко в кишечнике. Надо есть сырые семечки тыквы. Они обладают легким нервно-паралитическим действием. Сырые семечки тыквы. И на человека это никак не действует. Но все черви в кишечнике живут за счет того, что они держатся за стенку зубами, ну, этим губами присасываются. И так как они, ну, семечки тыквы поражают их нервную систему, они не могут прикрепиться, у них сводят губы. И они плывут по течению просто и все. Ну, то есть и не получается как бы фигня какая-то мешает. Вот. Не могут они присасываться, семечки тыквы так действуют. Полынь тоже в какой-то степени так действует. Может тоже повлиять. Пижма лечит половые инфекции, пижма зверобой лечит половые инфекции. Ну, то есть все инфекции чем-то лечится. Есть природные средства, которые уничтожают инфекцию. Допустим, если у вас стафилококк замучил, есть специя куркума называется. Плюс уменьшить, сильно уменьшить количество сахара в организме. стафилококк ест сахар в крови и куркума специи. До свидания, стафилококк. Просто добавляйте пищу, пьете отвар куркумы и стафилококк. До свидания. Теперь дальше. Травы, вот просто травы, 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 которые растут. Вот все виды трав, они все в основном успокаивают человека. Травные чаи нужны для того, чтобы снять напряжение. Не успокаивают. В основном. За редким исключением. Понятно? То есть у вас, если напряжен организм, то травку попили, чай с травой он успокаивает. Корни, все корни всегда увеличивают иммунитет, способствуют рассасыванию и они тонизируют организм. Корни все. А специи все улучшают настроение, влияют на психику. Специи означают семена. Семена. В основном, конечно. Кора всегда увеличивает защитную силу и очищает организм. все виды коры. Вот кора очищает организм и увеличивает защитные силы. Есть лечение в благости, в страсти и в невежестве. Они все приемлемы, но лучше лечиться в благости. Например, лечение в невежестве это водка с муравьями. Яды это тоже лечение в невежестве, но это все приемлемо. Яды тоже могут лечить и водка может лечить, но лучше этим не лечиться, этим методом. Есть особый вид лечения, который меня начнут критиковать, если я сейчас о нем расскажу. но он есть все равно существует. Когда человек не может, ему ничего не помогает, он находится в терминальной стадии заболевания, то есть, допустим, там рак четвертой степени, он может попробовать один метод, который иногда помогает. Это значит, что он берет свою собственную мочу, разбавляет ее кипятком в три раза где-то и пьет на голодный желудок. Что происходит? организм лучше понимает свои собственные яды. В моче скапливается яд, и человек чувствует этот яд, выпивая его. То есть, получается взрыв в организме. Есть еще подобный метод, называется аутогемотерапия, это врачи используют. Они берут кровь и мужа вливают под кожу. У него возникает семьячок, и у него в организме температура повышается, наступает взрыв иммунитета. То есть, иммунитет начинает работать сильно, человек может вылечиться. Понятно, да? Точно так же действует моча, но только когда уже ничего не помогает. Не нужно ее, как, знаете, был такой взрыв, как бы, уже употребление мочи. Один мужик ко мне подходит, такой говорит, Олег Геннадьевич, я знаю один метод лечения, который лечит все болезни. это факт, когда человек пьет собственную мочу, у него как будто, у него, она действует как гормональная терапия, то есть, все сразу перестает болеть, но человек входит в энергию невежества, понимаете, потому что это из нижних центров пищи, она приносит невежество, но человек тупеет. и он мне говорит, Олег Геннадьевич, я не болею. Он такой близко ко мне подошел, так стоит и чувствует в нем просто прет этой мочой. Я говорю, я, наверное, не смогу воспользоваться вашим методом. вот это лечение, когда люди вот так голову вам берут вот так вот кости, ну так вот давлением, да, это называется интересно ориентированная терапия, да, нажимают на какие-то места, ставят вам руки правильно там и так далее. Это лечение, оно помогает человеку под психических зажимов. Бывают скапливаются зажимы какие-то психические, они вызывают какие-то заболевания. И вот эта методика, она убирает эти зажимы. Понятно? Это тоже древний метод. Если у человека красное лицо, он не может по ночам спать, ему жарко постоянно. Если он гневливый, на всех орет, вот, у него лишний вес, он поправляется, ему жарко, он на всех, не может по ночам спать, ему нужно, знаете, какое лечение? Пиявками. Если он будет ставить на ноги, именно только на ноги пиявки, то у него проходит вот этот жар, и ему хорошо становится, легко. то есть лишняя кровь отсасывается и жар вместе с ней из тела уходит. Весь жар в организме копится в крови, запомните это. Горячая кровь, говорит. Вот. Если человек чувствует, что у него плохой иммунитет, ему холодно жить, постоянно он мерзнет, вот, у него ничего не переваривается, и у него депресняк, то есть нет сил жить, то такой человек может вылечиться с помощью пчелок. Это апитерапия, когда пчелы жарят. Такой метод лечения тоже есть. Это древний способ лечения. Знаете, он тоже помогает. Если человек чувствует, что у него постоянно горло заложено насморк, слизь во рту, в носу, у него плохо все переваривается и тошнит его постоянно ему плохо, этому человеку нужно делать клизмы или рвотные. Ну, то есть ему нужно делать такую методику, когда или слабительные, или клизмы, или рвотные, одно из трех. Эти методики, они помогают избавиться от токсинов в теле. Но это лучше с врачами уже советоваться. Древней медицине не только в Аюрведе, даже в России земские врачи, они всегда лечили с помощью этих методов, которые вам перечисляют. Потому что эти методы по-настоящему лечат, они дают человеку здоровье. Запомнили? И то, что я вам сказал, является уникальнейшей методикой забытой абсолютно человечеством. Если человек выбирает себе дерево в лесу, оно должно быть толстое, не тонкое, и прямо стоять. И на коре не должно быть сильных дефектов. Признак, что дерево больное. То есть кора хорошая, красивая, ветки красивые, оно прямо стоит, это дерево, и толстое. Если вы к нему встаете, и вы чувствуете, что вам приятно, дальше ничего не бойтесь, потому что если вы будете в течение 25 минут стоять возле этого дерева, почувствуете реально, как у вас что-то будет происходить в организме. Какие-то волны идти, что-то заболело, прошло, это все лечится, лечение. Если человек 25 минут стоит возле дерева в день, то все тонкие психические каналы у него прочищаются, и он может реально быть здоровым. конечно, это не отменяет бег там и все прочее. Ну, то есть, если человек заболел, он может просто к дереву встать, любая болезнь проходит, если это дерево вам подходит. А вы легко почувствуете, встает спиной, плохо не становится, спокойно, хорошо, приятно, значит, ваше дерево. Но не вставайте к дереву, которое вам не нравится глазами. Чувствуете, что нравится, вставайте спиной, обнимать его не надо. если вы 50 минут стоите возле дерева, то тогда будет глубокое пролечивание. Например, за 50 минут может начать рассасываться доброкачественная опухоль, допустим, щитовидной железы или придатков там и так далее. Но она будет рассасываться долго, в течение нескольких месяцев. Но при этом надо еще двигаться, не забыли? Теперь посты. Это тоже сильное лечение. Посты могут влиять на грубое тело, могут влиять на тонкое тело. Вы не устали меня слушать? Нет. Вот смотрите, допустим, если вы хотите психику лечить, то тогда надо поститься по дням недели. И поститься надо на воде весь день, а на следующий день выходить из поста. И весь этот день надо больше заниматься чем-то духовным. Молитва там и так далее. В храм сходить обязательно. Если вы поститесь на воде и сильно хотите кушать, заканчивайте пост в обед. Если человек постится и сильно хочет кушать, это неблагоприятно. Во время поста нужно отвлечься от желания кушать. Если вы весь день чем-то заняты, всем желаете счастья, кушать не хотите, значит поститесь дальше. В обед вы должны решить или выйти из поста, или уже поститься до утра, потому что вечером выходить из поста предно для здоровья. Если вы поститесь в понедельник, то этот пост психически нужен для того, чтобы лечить семейные отношения. Этот пост нужен для того, чтобы лучше чувствовать ближе родственников, любить друг друга лучше. Ну, то есть пост по понедельникам нужен для того, чтобы гармония в семье была. И он подходит женщинам, когда нарушен цикл. если у человека плохой сон и постоянно меняется настроение, плохое настроение, то тоже пост по понедельникам подходит. Я понимаю, да. Пост по вторникам нужен для того, чтобы человеку объявление сделать, сейчас сделаю. пост по вторникам нужен для того, чтобы лечить гнев. Гнев мужчинам бесплодия, силу воли вырабатывать, решимость и храбрость и побеждать злые влияния, различные злые невлияния на свою судьбу, по вторникам. Если вы не можете разговаривать ни с тем, у вас молчаливость, если у вас нарушение ритма сердца, желчеводящих путей и так далее, то пост по средам нужен для гармонии с этим миром. Если вы погоду не любите, город не любите, людей не любите, одинокие, замкнутые, пост по средам, для того, чтобы разомкнуться, всех любить, общаться лучше. Если у вас нет цели в жизни, депрессия, нет духовной практики, нет веры, нет возможности побеждать судьбу, то пост по четвергам. Если вы не чувствуете счастья в жизни, постоянно все плохо, тяжело, неприятно, нет вкусов к пище, нет вкусов к жизни, к людям, никого не любите, пост по пятнице. Если у вас в жизни непреодолимые препятствия, все плохо, все тяжело, не можете вылечить болезнь, если вы чувствуете, что жизнь дала трещину, то пост по субботам. А если вы хотите укрепить чувство собственного достоинства, хотите иметь хорошее положение в обществе, добиться чего-то в жизни, подняться, стать крепким, уважаемым, ответственным, то пост по воскресеньям. А если вы хотите быть счастливыми, то нужно жертвовать в хорошие проекты. Вот у нас есть культурно-образовательный проект «Светоусте», «Светгривос». Там люди приезжают для того, чтобы делать то же самое. Люди когда едут куда-то и там два-три дня остаются, вся жизнь их меняется, потому что они меняют свою жизнь и получают сильный заряд. Вот Лена, она как бы с нуля просто взяла и построила комплекс на природе. Ну, там еще нуждается в достройке какой-то. Просто на энтузиастах. И там вот проходят сейчас такие ретриты, погружения, всякие. Ну, люди приезжают, чтобы потратить время на работу над собой. Нужна помощь, у кого денежки есть, жертвовать. Или просто свой труд, или стройматериалами, там, и так далее. 9-10 сентября в «Светоусте» будет фестиваль творчества, единение с природой искусства, творчества, духовность. Вот, пожалуйста, видите уже как бы результат. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо.